Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский и это первая распаковка посылки с территории Китая То есть данная посылочка дошла мне приблизительно за пару-тройку дней Собиралась она приблизительно еще 4 дня И здесь у нас конечно же посылочка с интернет-магазина TomTop, в которой у меня находится содержимое Для того, чтобы я мог начать снимать дома у себя здесь, в частности в Китае, обзоры Я конечно же расскажу, как с чего я начал, начал, начал То есть какое оборудование у меня сейчас будет появляться потихонечку Каким образом я буду снимать обзоры, как и что И в общем-то не все же снимать в офисе, не все же снимать на всем готовеньком Какуля выпала такая противная Нужно все-таки иногда и дома поснимать Поскольку дома тихо, спокойно, сравнительно ночью Пусть люди там спят, конечно, да, час ночи Но не все же только им мне мешать спать В общем-то по поводу посылочки Два или три здесь предмета у нас имеются Которые мне очень необходимы Сейчас я вам все расскажу, покажу Распаковок в Китае будет, скорее всего, не так уж и много Поскольку большинство товара я могу просто пойти взять в интернет-магазине Тонтоп А другие магазины полностью отказываются со мной сотрудничать Поэтому оставим это на их совести Я думаю, если канал поднимется, то прибегут как миленькие Итак, как обычно, вы видите, да, что в Китае, что в Россию отправлять Отправляют у нас пенистым материалом Этого пенистого материала реально там немерено просто Намотано от добра От души, душевной, так сказать В общем, ребята, ребята Прошу простить, да, что вот такой вот у меня еще вид Поскольку у меня сейчас просто тупо нету штатива Я снимаю на какую-то фигню китайскую Итак, поехали Meizu HD50 Топ наушники То есть наушники для монтажа У меня сейчас есть Seidos Но USB наушники, они очень большие, очень тяжелые Эти маленькие, очень аккуратненькие На самом деле, честно Я вот очень давно их хотел Вот прям очень давно их хотел И что ж, будем тестить с моим Meizu Pro 5 Поскольку в нем еще есть аудиоусилитель Вторая вещь, которая нам понадобится Док-станция То есть давайте поглядим сразу на док-станцию Сейчас ее распакуем Быстренький обзор на нее сделаем Док-станция с USB 3.0 И она поддерживает установку Нескольких типов жестких дисков Мне эта вещь очень нужна Поскольку у меня на ноутбуке Несмотря на то, что стоит три жестких диска Я еще с собой привез свой из читы И так и так видосы хранить придется Ладно Блок питания в комплекте поставляется Блок питания 12 вольт 2 ампера То есть 12 вольт 2 ампера Хватит на любой жесткий диск Причем он под нашу вилку сделан сразу В Китае с этим проблем нет Здесь универсальные розетки ставятся Следующим у нас идет кабель USB Кабель USB USB 3.0 То есть обыкновенный кабель USB ПАПа 3.0 И собственно док-станция Сейчас поглядим на нем Диск с драйверами У меня диска у него нет, как вы знаете И InnoStar IoT То есть инструкция по установке Как пользоваться Вот этой вот штукой На самом деле ничего сложного Ее можно использовать как Бэкапер Как накопитель и так далее Я поставлю ноутбук на рабочий стол И буду ее, так сказать, использовать Очень активно Почему эта вещь? Потому что она стоит буквально Там недорого Совершенно адекватных денег И плюс Она позволяет вам установить Жесткие диски То есть смотрите Внутри Как бы это так показать Сейчас погодите У меня есть подсветочка На камере Чпыньк Внутри мы имеем ИД-шный вход То есть возможность установки ИД-шных дисков Два с половиной И три с половиной Плюс молексовский разъем питания Плюс саташный разъем Универсальный В котором мы можем установить Трех с половиной Жесткий диск И двух с половиной Вот эта вот штука Она не складывается К сожалению Здесь мы имеем возможность Диск А, диск Б Несколько установить Пауэр На самом деле я думал Что здесь вот этот вот второй слот Он тоже будет саташный Честно говоря Я не ожидал Что он будет иД-шным Видимо я не обратил Внимание как нужно Кнопка включения-выключения И DC Инпут для питания Плюс Возможность подключения 2.0 3.0 В общем подключу я это все К компьютеру Сейчас покажу сразу Как оно будет выглядеть Один момент Вот жесткий диск Два с половиной дюйма Ноутбучный Как он здесь будет держаться Втыкаем На самом деле Вот эта вот конструкция Немного не предусмотрена Под этот тип Но Что ж Я постараюсь взять Еще несколько типов Этого оборудования И потестировать его Выбрать Наиболее оптимальный вариант Но здесь зато Есть иД-3.5 Ну и мой саташный Hitachi А нет Seagate Барракуда Который верой и правдой Служит мне уже 3 года Двухтерабайтовый Сейчас его сюда загоним То есть он сюда встает Вот идеально Такая вот базовая станция Ну что ж Неплохо Покажу потом Как работает По наушникам Meizu Будет отдельный обзор Отдельное мнение Конечно же Ну и то что мне нужно Больше всего То что мне нужно Больше всего Это Конечно же Штатив То есть штатив Я решил взять Китайского Производителя Зомэй Или Зомэй Не знаю Как правильно сказать Насколько я заметил Очень пользуется Здесь популярностью Внутри Китая Аналоги Конечно же Андойр И прочие компании Есть Такого вот он типа Складной Очень небольшой Давайте распакуем Поглядим Поставляется В коробочке Замотанной Скотчем Со всех сторон Он сразу Мгновенно Идет вам В чехле Очень удобном Который Маленький Транспортабельный Он даже Намного меньше Чем мой рюкзак Скажу я вам Итак Смотрим На самом деле Удобная Распаковка Силикогель Конечно же Такой вот он Небольшой Компактный Потому что Еще нужно будет Обзоры за домом Поснимать Еще один пакетик Силикогеля Здесь у нас Какой-то винт Имеется Подозреваю Это проставка Под более Крупные Крепежные Разъемы Ну и Сама вот эта Штука Очень плотная То есть Реально он плотный Водонепроницаемый Что ж Давайте Вытащим его Поглядим Что здесь У нас имеется Итак У нас имеется Ключ В наборе Инструкция Давайте сразу Поглядим на инструкцию Что же может Предложить Наш штатив Инструкция Достаточно таки Большая На английском языке И на китайском языке Итак Давайте Поглядим Раскладывается Он простым Поворотом Ножек Здесь есть Фиксаторы Возможность Ножку Вставить Выставить Возможность Прикрепить Крепежный Винт Это видимо Вот этот Вот Я не знаю Бам-барам-бам-бам Насколько я понял Возможность А ну да То есть Вот его Транспортабельный Вид Это получается Все можно В одну переместить Плюс Из него Можно собрать Монопод То есть Вынуть верхнюю часть Открутить Одну ногу А вот он Зачем нам Этот винт Использовать Это для сборки Монопода То есть Из штатива Трипода То есть Стандартного Из него Можно собрать Монопод Скажу честно Я на такой же штатив Точно снимал В том топе Похожий Поэтому Вот я его решил Себе взять Потому что Он мне понравился Тем что Он крайне Компактный Итак Давайте поглядим Смотрите Зумей То есть Даже Вот эта вот Штука Верхняя наша Голова Да 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 Один в один Штатив Такой же Она укутана В фирменный Мешочек Который Выполнен из Бархата Очень приятно Итак Раскладываются Ножки Таким образом Вот этот вот Фиксатор Он Очень неплохой Очень тугой Просто так У вас Он не сложится То есть Вы его разложили Все Он уже Никуда не уйдет По поводу То есть Снизу Вот видим Крюк Крюк Если вдруг Нужно будет Утяжелить штатив Плюс Возможность Конечно же Его разложить В такой тип И В таком типе Хранить Так Единственное Но Пока что По всей этой Конструкции То что Смотрите Две ноги В бархате В накладке На третьей ноге Ничего нет То есть Как бы можно было Все три Упаковать Вот в эту вот штуку Ну да ладно По поводу Головы По поводу головы На голове есть Уровень В виде капельки Сменные площадки Сменяются Очень просто Сам винт То есть Сменные площадки Меняются просто С этим проблем нет Устанавливаем Камеру Закладываем сюда И закручиваем Очень плотно Надежно По поводу Регулятора Головы То есть Он вот так Вот раскручивается Здесь у нас Большой шар Который позволяет Под различными углами То есть Хороший такой Сустав Так Следующая Это Крутилка То есть В крутилку Можно ослабить Можно нормально Затянуть И Очень плавный Ход То есть Вот этот вот штатив Плюс можно Саму вот эту вот Всю голову Снять Конечно же С этого штатива Поставить сюда Допустим Слайдер А ее Саму поставить На слайдер Сверху Или же установить Сюда более крутую Профессиональную голову Но мне этого Пока не потребуется То есть У меня здесь Будет с этим Все в порядке Мне этого штатива Я думаю Дому больше Чем хватит Так Ну видите Плавность хода Ладно Что ж Вот такая вот Небольшая распаковка Ссылочки Оставлю конечно же В описании Огромное спасибо Интернет магазину Том Топ За быструю доставку Качественную упаковку Ну и Вот так вот Они выдвигаются Открутил Выдвину Ставил Закрутил Все Она уже не уходит Сейчас покажу В полный рост Как он выглядит Подписывайся на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Ну и От этого всего Зависит Как быстро выйдет Обзор на наушники Meizu Всем удачи Всем пока Не забываем Про группу Вконтакте И инстаграм Там все выходит Первее чем обычно Пакеты чуваки Извиняюсь конечно Завид Но Эта штука Высотой с меня То есть Она Реально Практически Двухметровая Ну и плюс Я еще упустил Из виду У нее есть Вот ремешок То есть Для того чтобы Если вы сделаете Монопод Монопод Откручивается Вот эта вот Нога Вы могли просто Вдеть руку И держать штатив То есть Очень неплохо Высокий Возможность регулирования Конечно же Хорошая Ну и Главное то Что он недорогой Сделан качественно То есть Он не дребезжит Не норовит У вас куда-то Уехать Там То есть Вы его поставили Он не скачет Это надежная Реальная вещь Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok